Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова здесь со мной. Для тех, кто только недавно к нам присоединился, во-первых, добро пожаловать, а во-вторых, сразу для вас хочу сделать такое объявление. Я в каждом ролике об этом говорю, что здесь есть тайм-коды. Поэтому, если вдруг кому-то неинтересно слушать мою болтовню во вступлении, проматывайте, переходите, пользуйтесь тайм-кодами. Под видео, под каждым они есть, и всем будет счастье. Надеюсь, что вам здесь понравится. Так, настроение у меня сегодня нормальное, рабочее. Я, конечно, не выспался, но это все ерунда. Я говорю, что я не выспался, не к тому, что я тут ною. А то иногда люди мне пишут, что ты ною. Я не ною, я просто рассказываю. Это уже прям не знаешь, как сказать, чтобы потом все это не вывернули, не перевернули, непонятно каким образом. Короче, я же заказал микроволновку, и мне должны были ее сегодня с утра привезти. Я сижу, жду, жду. Сообщение прислали, что вот уже едет, подъезжает, и все никак. Но я просто, знаете, как не хотел садиться записывать ролик, потому что ты, знаете, сядешь сейчас, волнусь поймаешь под названием тарахтелка, а потом звонок в дверь или по телефону, и тебя все это сбивает, и потом сложно снова вот этот ритм взять, чтобы дальше продолжить снимать также ролик. Ну, в общем, я ждал, ждал, ждал. Уже столько времени прошло. Думаю, ладно, короче, не буду ждать. Надеюсь, она вообще приедет ко мне. Это не страшно, я-то переживу. Самое главное, чтобы только они сейчас во время записи этого ролика не позвонили мне. Держим кулачки. По поводу выходных. Меня спрашивали, почему я не рассказала, как прошли выходные. Ну, я вроде что-то говорил, если честно. Но такого ничего грандиозного не произошло. Я не помню, говорил я или нет вчера о том, что все пошло не по плану, потому что, ну, человеческий фактор, так бывает иногда. Хотя, вы знаете, я собой горжусь. Раньше я бы по-другому на это отреагировал. А сейчас вот как будто мне, ну, не то чтобы все равно, но я как-то спокойно отнесся. Ну, когда ты договариваешься с людьми, и ты приходишь на встречу, а и узнаешь о том, что, оказывается, люди не придут, потому что у них там что-то произошло. Но знаете, что как бы раньше я бы, наверное, просто проснес бы в пух и в перья всех за такое, потому что я не люблю. А сейчас как-то думаю, ну, ладно, не пришли вы. Я все равно себе, как говорится, что-то устрою, что-то придумаю. Кстати, в кино я сходил. О, я в кино попал. Это тоже, знаете, заходишь в кинотеатр и думаешь так. Отсижу я сегодня сеанс или нет? Отсидел, слава богу, без тревог, без всяких вот этих приколов. Все нормально. Посмотрел я фильм «Черный адом», боже мой, еле вспомнил. Понимаете, тут башка уже такая, что все вылетает из нее. Понравился мне. Не могу сказать, что прям вау-вау-вау, но я думаю, для тех, кто любит DC, Марвел, вам зайдет, все остальные, кто это не особо воспринимает, то вам тогда, конечно, нет смысла идти. Но мне понравилось, конечно же, будет продолжение само собой. В общем, все нормально. Так вот, вернемся к той истории. Вот я хотел спросить у вас, как вы относитесь к людям, к вашим друзьям, знакомым, приятелям, к родственникам, к парам? Я не знаю, как хотите. Вот когда вы договариваетесь с человеком заранее, понятное дело, что это не там, не за час было. Созвонились, встретились, прибежали. Нет, это было оговорено еще. Там, образно говоря, в понедельник, на субботу, что мы там встречаемся в такое-то время, в таком-то месте, ну и будем там куда-то идти, то-то, то-то делать. И вот, получается, наступает этот день, выходной. У меня как раз было два выходных, я же распланировал себе. В общем, прихожу. Я чуть раньше пришел, но думаю, ладно, не буду беспокоить. По правилам этикета невежливо писать людям, когда это пришло раньше, поэтому я никогда этого не делаю. Но потом, когда уже настало время, пишу, говорю, а что, где? Ой, прости, я забыла, я забыл. Короче, там что-то у них произошло. Я говорю, ну ладно, ничего страшного, я пойду в кино схожу тогда. Так что вот так. А раньше бы я, наверное, вот таким трехэтажным нагнул бы. Но это, мягко говоря, неприятно, правда? Я все понимаю. В жизни всякие форс-мажорные ситуации происходят у каждого из нас. Как минимум, ты можешь проснуться, не знаю, там, с плохим настроением, с плохим самочувствием. Что-то там может произойти на работе, в семье, с друзьями. Ну все, все, что угодно может произойти. И мы, как говорится, живые люди, все нам это не чуждо. Но почему так сложно просто предупредить? Вот заранее. Это же не произошло именно в этот момент. Потому что для того, чтобы добраться до места назначения, нужно потратить еще какое-то время. А это значит, есть время для того, чтобы предупредить. Но иногда люди, вот, не потому, что они это делают специально, я уже это понял, а просто вот потому, что для них это ничего такого страшного в этом нет. А для меня это, ну, не то чтобы страшно, но мне это неприятно. Типа, ну, в смысле, я пришел, а можно было хотя бы предупредить, да, что у вас там что-то случилось, и все переиграло, я что-то как бы стою, жду. Это, мягко говоря, неприятно. Ну, ничего страшного. Я такой, знаете, после того, как я губы разбил, у меня еще уже все равно было по этому. Думаю, ничего, это все мы переживем. А как вы к такому относитесь? Ведь это все-таки все про ответственность, да, про отношение к человеку. Как вот люди относятся к тому человеку, неважно, кем он там приходится, братом, сватом, другом, парнем, женой, мужем, кем угодно. Коллегой или просто приятелем. Не знаю, наверное, я не наверное, а, конечно же, я всегда сужу по себе. Я бы так никогда не поступил, но я вот учусь. И мне неплохо получается принимать людей со всеми своими странностями, даже которые мне непонятны, вот. Ну, вроде как, получается. Хотя, в принципе, в данной ситуации они были 100% неправы. Я так считаю. Потому что предупредить можно было. А тут, получается, мало того, что не пришли, так еще я пришел, еще я и должен звонить, узнавать, что там происходит. Короче, такое. Ну, да ладно, все это ерунда. Не страшно. Поэтому мне особо так и рассказать вам было нечего, потому что такие, знаете, бытовые моменты дома, какие-то дела и все такое. Лежал, отдыхал просто, отсыпался. И вот сходил в кино. Так что особо ничего не произошло. Поэтому я не рассказывал. Сегодня, кстати, я с утра еще бегал там в банк по делам. Тоже надо было вопросы там свои решать. Что ж, переживал, чтобы успеть быстренько домой. А то я сейчас пока в банк побегу, тут приедет у меня микроволновка. Я все это не успею сделать. Поэтому, как оказалось, зря я переживал. Вот. Я, когда спускался в лифте, со мной спускалась такая интересная дама. Очень интересная. Неважно, сколько ей лет. Старше меня, скажем так, и все. Но на что я обратил внимание? Она была очень так весело, интересно и ярко одета. Я, повторюсь, я не стилист, я ничего в этом не понимаю. Но, вот, знаете, она мне напомнила, как это из серии, как настоящая индийская женщина. На всякий случай, выходя из дома, надела на себя все и сразу. Все самое дорогое. И неважно, как это все смотрится. Вот примерно так же это все и выглядело. Как это говорят, кринжово, странно, стрёмно, нелепо. Иногда кажется, вот люди вроде покупают какие-то дорогие одежды, но мне кажется, им не мешало бы еще обратиться за помощью, раз у них есть деньги на такие одежды дорогущие, обратиться за консультацией к тому же стилисту, чтобы хотя бы как минимум он их научил бы компоновать одежду хотя бы по цвету и по форме. Потому что то, как иногда люди одеваются в этих Гуччи и Ловитоне, это какой-то трэш, честно. Неужели они этого не видят? Правда. Особенно, знаете, думаю, ладно, там мужик оделся комично, понятное дело, я сам-то особо в этом не так шарю, разбираюсь. Хотя, ну, что-то так немножко вроде как понимаю, но суть не в этом. А потом смотрю, ну, у тебя же вроде замужем. Ты же, ой, замужем, говорю, господи. У тебя же вроде жена есть вот рядом, идет молодая, интересная, красивая, одета. А что же она тебя так как-то нарядила? Странно, как полупокера какого-то непонятно. Ну, чтобы вы понимали, знаете, вот есть тут парочка одна ходит. У него худые, очень худой низ, поняли? Очень худые ноги и худой низ. И он это все обтягивает очень узкими штанами. Что для меня вообще странно, я не понимаю, зачем это взрослому дяде обтягиваться. Ну да ладно, каждому свое, я, как говорится, ничего никому не указываю. А верх у него такой плотный, так сказать, хорошо питается, видно, что такое он трошки кабанчик сверху. А снизу такая, знаете, балерина. И получается, что он одевает какой-то вот такой мощный верх, и вот эти две шпажки, обтянутые тряпочкой какой-то непонятной, гучами, да, выглядит это все смешно. Но это про этого мужичка я вам просто говорю, потому что каждый раз, когда я их вижу, я начинаю тупо, ну, меня улыбает это. Ну, зато настроение мне поднимает. Да, я обращаю внимание на людей. Да, а что мне делать? Я человек одинокий, поэтому заглядываюсь на все, что вокруг происходит. И любознательный. Мне мама всегда говорила, Женя, что ты вечно свой нос везде суешь? Любопытство не порог, а большой свинец. Я говорю, мама, успокойся, я просто хочу все видеть, все знать, мне нужно это. Ну, на самом деле, нет, я не хочу всего знать, но просто, знаете, когда ты живешь в одном, как говорится, дворе, ну, это невозможно не заметить, потому что ты одних и тех же людей каждый день видишь. Так вот, эта тетя примерно выглядела так же, только при этом там, вот, как это сказать, золото, серо-буро-малиновое, все какое-то было, вот эти кричащие надписи, там, полоски, узоры, стразы, чего там только не было. Вот реально, неужели так сложно просто обратиться за помощью к стилистам? Мне вообще кажется, что в тех магазинах, где они это покупают, там же не просто продавцы должны быть, а люди, разбирающиеся в стиле, как минимум. И они как-то должны же побочь человеку подсказать, какую одежду ему больше подойдет по форме, потому что, ну, это смешно, как-то вот так, знаете, по одни обтянутся, другие как наденут на себя какие-то мешки. Ну, в общем, ладно. Говорится, пусть ходит кто как хочет, зато хоть мне есть, что вам рассказать, правда? Друзья, как у вас с этим? Рассказывайте. Замечали вы когда-нибудь такое или нет? Одеваете вы своих мужчин? Так же смешно. Мне как-то кто-то сказал, что, не знаю, это не я сказал, это мне девушка говорит, так как мы же, типа, это, своих мужей так специально одеваем, чтобы, так сказать, другие дамы на них глаз свой не кидали. Ну, типа, так некрасиво. Ну, может, это она так считает и так делает. Я не думаю, что так все делают. Мне кажется, что многим, наверное, наоборот, приятно, когда на их жену или мужа заглядываются, ну, или девушку. Ну, типа, ты такой гордый идешь, моя, и все так смотрят на нее. Все хотят, а ты понимаешь, что ты ее держишь за руку. И никому она не достанется. Так же, в принципе, с мужчинами, наверное, я так думаю. Мои, я не знаю, дамы, господа, рассказывайте, как у вас-то все в жизни происходит. Короче, вот такое у меня было сегодня вступление странное. Такие вот дни, ничего особо не происходит, поэтому если что-то вспомню интересного с работы, с отеля, обязательно расскажу. Ну, просто в свете последних событий, да, сложно, потому что насмотришься новостей, потом уже вообще пытаешься в себя прийти, чтобы сесть и записать вообще ролик. Сегодня, кстати, он мне так, я вам скажу честно, что-то как-то не мог ее сесть и заставить, не то что заставить, а вот как-то настроиться. Плюс еще это микроволновка. Вот сейчас вот я сижу тут, вроде рассказываю, а у меня вот мысль не покидает, что сейчас кто-то мне позвонит. А меня это прям выбежит, потому что я не люблю, когда меня прерывают. Надеюсь, этого не произойдет. Ладно, все. Заканчиваю трахтеть. Напоминаю, что здесь есть тайм-коды, поэтому если вы вдруг не хотите слушать мою болтовню, которая многим кажется вообще непонятна зачем и для чего, просто пользуйтесь тайм-кодами и сразу переходите к новостям. Прямо сейчас вы можете уже ставить лайки, пальцы вверх, сердечки, это все одно и то же. И, конечно же, подписываться на этот канал. А всем, кто это сделал, большое вам от меня спасибо. Ну а теперь переходим к новостям. Погнали. Суд признал песню Оксимирона «Последний звонок» экстремистской. Прокуратура нашла в тексте трека признаки публичного оправдания насильственных действий и так далее и тому подобное. Напомню, что также Оксимирон является иноагентом и, насколько мне известно, он находится в России. Насколько это вот была последняя информация, не знаю, как сейчас. Вот такая вот история. Комментируйте, а я иду дальше. Вот еще одна веселая новость, главная марафонщица планеты. Елена Блиновская решила провести очередной марафон. На этот раз нет. Она не будет вас учить уверенности в себе, как там хорошо заниматься сексом и так далее. Она пошла дальше, так сказать. То, что сегодня болезненно и актуально, она решила на этом сыграть. Короче, сказала, приходите ко мне на марафон и ваши мужья не будут мобилизированы. Как вам, друзья? Я уже просто молчу. Это, по-моему, уже за гранью даже нам. Даня Милохин кинул первый канал, а конкретно то самое шоу Ледниковый период. Он, короче, не знаю, что с ним происходит, но он там записал видеообращение, что, мол, сорян, простите, но я решил и понял, что я не понимаю, для чего я это все делаю. Мне это не приносит никакого удовольствия, поэтому бла-бла-бла, я ухожу, я устал, я ухожу. И не важно, что я там всех подвел. Я не могу себе представить, что там испытывают сейчас организаторы всего этого мероприятия, включая Илью Авербуха и так далее. Но, как говорится, парень, наверное, настолько поверил в себя, что он решил послать и первый канал, и съемки шоу, подвел. И, кстати, говорят, что это не первый раз, когда Даня Милохин подводит серьезные каналы, компании, людей, вот когда ему просто захотелось все бросить и мучаться в Дубай. Реальная причина, по которой он все это бросил, потому что он поехал к своим тусоваться в Дубай. Это намного важнее и интереснее. Вот что значит, когда человек поверил, что он звезда. Комментируйте, дамы и господа, как вам поведение большой звезды под именем Даня Милохин. Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие любители, наблюдатели за шоу Ледниковый период. Я должен признаться, к сожалению, я покину данное шоу. Почему? Потому что я просто устал. Я не знаю, мне не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Вот так. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю. Люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу. Вот так. Спасибо. Экс-депутат Худяков все никак не угомонится. И все ему не дает покоя замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На этот раз он предложил в этом замке разместить госучреждение. Согласно его инициативе, Пугачевой и Галкина нужно лишить имения в деревне грязь, проверить на соответствие всем нормам и отдать на социальные нужные государства. Вот так вот. Ну, я думаю, если такая песня, то тогда пусть депутаты начнут со своих домов и отдают все свои дома и дачи. Прям вот везде. Давайте прям запустим челлендж. Все депутаты на планете Земля отдают все свои дома и замки под госучреждения, на нужды людей. Почему бы и нет? А че сразу только о Пугачевой Галкин? Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Сергей Соседов снова на связи и нет, не волнуйтесь, ни слова о Пугачевой. Выдыхаем. Но это не значит, что он никого не будет критиковать. Он же все-таки музыкальный критик. Так вот, Сергей Соседов тут недавно заявил, что певица Максим оказывается всех обманывает насчет своего гастрольного тура. По его мнению, у нее не так много работы, как она всем пытается об этом рассказать. И вот его комментарии. В плотный гастрольный график не верь, у артистов сейчас не так много работы. Если у нее все же есть концерты, я только рад за нее. Она неплохая артистка, у нее есть свой репертуар. Я желаю ей здоровья и вдохновения. На официальном сайте появилась информация о гастрольных турах в ноябре и декабре, однако Сергей Соседов очень сильно сомневается в правдивости этой информации. Ну, в общем, вы поняли, просто пытаются выдавать желаемое за действительность. Также еще Соседов раскритиковал вдруг неожиданно зачем-то творчество Виктора Цоя. Соседов считает, что ушедший из жизни в 1990 году Виктор Цой стал популярен лишь благодаря своему имиджу, а отнюдь не музыкальному творчеству. Вот его комментарий. Там ничего не было своего оригинального. Не было ничего от слова совсем. Это все было слизано с западных групп. Мы ждем перемен. Не он сказал, это сказал Горбачев. И на всех газетах были аншлаги. Мы ждем перемен. Ведь отцой стал поющей газетой. Он ничего вообще не привнес в музыку. Он привнес как герой, как личность. Послушайте его тексты. Они очень примитивные. Там полно ошибок. Это именно герой. Клюнули на этот образ открытость, естественность. Вот так вот. А вот в Шамане Соседов увидел новую большую звезду. Он полагает, что в последние годы на эстраде оказалось слишком много певцов с бессмысленными и быстро забывающимися песнями. Он подчеркнул свою усталость от ничего не значащих треков. В хороших композициях должны прослеживаться мысли и смыслы. К таким работам он отнес песни Шамана, который сам пишет тексты и музыку своих песен. И вообще, он талантливый человек по версии Соседова. А зачем было трогать Соя? Я, если честно, так и не понял. 73-летний Ричард Гир был замечен во время съемок нового фильма и поговаривает, что готовят там что-то очень крутое. Он предстанет в образе Холостяка в новой картине, а его персонаж будет вести на экране уединенный образ жизни. Замечен он был на съемках фильма «Тоска» в Гамильтоне, Антарио, Канада. Потрясающая новость вынуждает героя сделать жизненный выбор после того, как он узнал, что сын умер. Он начинает исследовать жизнь своего покойного сына, оставляя его вынужденным взглянуть на собственную жизнь в процессе. Вот о чем будет этот фильм. Также ожидается, что этот фильм станет хитом среди зрителей, поскольку оригинальный израильский фильм получил награду уже People's Choice Awards на Венецианском кинофестивале еще в 2017 году. То есть оригинальный фильм уже есть, он принадлежит Израилю, а теперь его сделают американским и в главной роли Ричард Гир. Ну посмотрим, что из этого получится. Ким Кардашьян наконец-то высказала в социальных сетях по поводу недавних антисемитских высказываний ее бывшего супруга Кани Уэста. Ранее поддержку еврейскому народу выразила и ее сестра Хлой Кардашьян. И вот ее комментарий. Язык вражды никогда не приемлил, и это нельзя простить. Я поддерживаю еврейскую общину и призываю немедленно прекратить ужасное насилие и ненавистническую риторику по отношению к ним. Что ваших комментариев, а мы двигаемся дальше. Дмитрий Монатик рассказал, сколько ему удалось собрать для Украины за три концерта в рамках благотворительного тура Арт Оборона. Монатик опубликовал фото и видео с благотворительных концертов и рассказал, что все собранные средства будут переданы организацией Юнайтед 24. Также он поблагодарил украинскую радиоведущую Елену Пановую или Пановую, простите, я не знаю, как правильно, которая согласилась провести этот благотворительный аукцион перед концертами мирового тура Арт Оборона. И вот его комментарий. За три концерта нам удалось собрать 113 870 гривен. В конце тура все эти деньги мы передадим благотворительную организацию Юнайтед 24. Продолжаем помогать Украине вместе. Так написал на своей странице Дмитрий Монатик. Также он еще успел заехать к своей супруге и детям в Испанию, где они сейчас находятся. Ну и конечно же отправился дальше на благотворительные концерты. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. А это модный Эдди Рейтман в съемке для британского GQ. В преддверии нового триллера Хорошая медсестра, который уже совсем скоро появился на стриминговых платформах. Актер сейчас на каждой глянцевой обложке. Ну и давайте оценим, как вам его новая фотосессия. Очень даже ничего. Я бы, наверное, не знаю, носил бы такой костюм. Слушайте, ну прям костюм Adidas необычный. Никита Пресняков пожаловался недавно на травлю. Он чувствует давление со стороны общества из-за своих звездных родственников. И вот что он сказал. Если мне с кем-нибудь поменяться местами, то неподготовленный человек этого не выдержит. Треснет что-то. Вот так вот. Короче, Никите Преснякову сейчас очень сложно, потому что слишком много внимания вдруг к его персоне. Напомню, он нашелся в Америке, как, собственно, об этом я уже ранее говорил. Роберт Паттисон стал лицом коллекции Dior Man. В рекламной кампании он позирует в классических костюмах и спортивной одежде. Авторство Кима Джонса для мужской линии французского бренда. Кроме того, в съемке представили обувь, которая в следующем сезоне появится в двух новых моделях. Ну и завершает образы актера сумки Hit The Road и Dior Lock. Фотографом кампейна выступил Рафаэль Павороти. Напомню, что Роберт Паттисон давний друг Dior. Он был лицом уже аромата Dior Home с 2013 года. Он также появлялся в компании Dior Man сезона осень-зима 2016-2017 года. Вот так вот. Так что, вот вам новое лицо компании Dior. Что могу сказать? Ничего не могу сказать, я в этом не эксперт. И для меня это дорого. Появился первый трейлер супергеройской картины вселенной Marvel Человек-муравей и Оса Квантомания. Этот фильм станет сиквелом популярных кинокартин Человек-муравей и Человек-муравей и Оса. Начавший четвертый десяток лент медиафраншизы. Это прекрасная новость, конечно же, для тех, кто любит подобный жанр кино. А это именно я. И я думаю, что на этом канале точно есть любители Marvel. Так что, друзья, совсем скоро Пол Рад снова будет Человеком-муравьем. Так что ждем. Тарас Тополя рассказал о своей новой работе. Напомню, что Тополя вместе со своими коллегами по группе с первого дня войны были на передовой в территориальной обороне. Затем они вернулись на культурный фронт. В этот раз на своей странице в Инстаграм Тарас Тополя поделился радостной новостью. Впервые в жизни он попробовал себя в роли актера дубляжа в фильме «Мой домашний крокодил» и показал кадры с премьерного показа. В оригинале все вокальные партии крокодила Лайла исполнил канадский певец Шон Мендес, а на украинском его перепел Тарас Тополя. И вот его комментарий. По моему мнению Лил поет лучше меня. Но я изо всех сил старался достичь его уровня. А на самом деле он забавный, довольно застенчивый и так же, как когда-то и я, мечтает о большой сцене, признании и популярности. Кстати, друзья, а у вас, я вот всегда хотел спросить, сейчас вот, кстати, вспомнил, а у вас когда-нибудь было желание стать всемирно известным певцом или актером? Есть ли у вас вот эти вот какие-то амбиции, которые вас, может быть, гложет, что вы, можете там представляли где-то, не знаю, каким-то известным актером, певцом, дизайнером, модельером, режиссером, еще кем-то. Самое главное, чтобы о вас знали как можно больше людей. Непризнанность. Есть у вас такое или нет? Если хотите, конечно, отвечайте. Я никогда не настаиваю. А возможно, кто-то и на данный момент является каким-то артистом или певцом или работает в шоу-бизнесе, в кино, в индустрии красоты. Может, вообще меня смотрят звезды? Что ваших комментариев? А мы двигаемся дальше. Вот Алена Блин добралась до Веры Брежнева и припомнила ей слова, сказанные в том самом интервью у Имману Чарова, помните, да, про украинскую певицу. И вот что говорит Алена Блин. Вера Брежнева просит не называть ее Верой Брежневой и теперь она просто Вера. Просто Вера? Просто дура еще можно назваться. И в следующий раз можно не объясняться, когда вновь потеряешь память и забудешь из какой-то страны, а еще где и для кого пела. Ну, в общем, вы поняли, да? Я молчу, а вы комментируйте. Канни Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже его идеи. Перспектива быть отмененным, похоже, его совсем не пугает. Отношения с ним, напомню, разорвал уже бренд Balenciaga. Balenciaga, простите. Редактор Волк Анна Вентурс, который Канни дружил последние несколько лет, несла его в черный список персон, которые никогда не появятся ни на страницах журнала, ни на мероприятиях, организованных изданием также Adidas и все остальные пытаются от него откреститься. Но мнение общественности и бывших друзей и коллег мало беспокоит Канни Уэста. Он говорит, что он не думает о последствиях. В свежем интервью Пирсу Моргану он заявил, что он является автором идеи фильма «Джанго уволен», которую Квентин Тарантино у него просто украл. И вот его цитата. Тарантино снял фильм о рабстве, но по сути он с Джейми Фокс просто взяли мою идею, которую я представил для своего клипа на песню «Голд Диджер», а потом Тарантино превратил это в фильм. Ну что, друзья, ждем теперь комментариев Квентина Тарантино. Бесстрашная, бесстрашный Канни Уэст, конечно. А Дороговцева поделилась своим первым опытом работы в бомбоубежище. Один из своих проектов о Григории Сковороде Ади Роговцевой пришлось записывать в укрытии за воздушной тревоги на своей странице в Инстаграм. Актриса записала видео, на котором рассказала, как это все происходит. Для тех, кто вдруг не знает, кто такая Адороговцева, это очень известная украинская актриса. Для нее этот опыт был очень необычным. Она очень уважает людей, которые каждый день продолжают делать свое дело, несмотря на все то, что происходит в стране. И вот ее цитата. «Поздравьте меня, я сегодня работала в бомбоубежище. Писали передачу в Сковороде. Люди, работники украинского радио работают круглосуточно и часто из бомбоубежища. Я счастлива, что работала над таким материалом и с такими людьми», написала Ада Роговцева. Ну, вот такие вот новые реалии. Ну, еще одна из важных новостей, которая сейчас появилась в СМИ уже не один день муссируется, о том, что Вера Брежнева продолжает вести бизнес в России, а летом она даже приезжала в Москву. Вот так утверждают СМИ. Я не знаю, насколько это правда. Ну, и как пишут, что она до сих пор является владелицей элитной квартиры, офиса в центре Москвы и магазина одежды. Также Вера якобы летом лично приезжала в Москву, чтобы проверить, как обстоят дела с ее бизнесом. Также Вера Брежнева направила в Федеральную миграционную службу отказ от регистрации в квартире в подмосковном рабочем поселке Некрасовском, где был прописан последние 20 лет. Ну, собственно, но я напомню, что в начале июня бывший менеджер Брежнева рассказывала, что она расторгла все контракты в России и не планирует туда больше возвращаться. Но вот как утверждают СМИ, что у Веры бизнес по-прежнему там есть и она даже летом лично там была. Я не знаю, правда это или нет. Если у кого-то есть какая-то информация, пишите. Миша Романова впервые подтвердила, что больше не одинока. Если вдруг кто-то не знает или забыл, кто такая Миша Романова, напомню, это бывшая участница легендарной группы Виагра. Помните, было шоу «Хочу Виагру»? Вот именно там она и выиграла в этом шоу, была одной из трех. В инстаграм-сторис она опубликовала фото, где впервые засветила загадочного возлюбленного. На снимке, пока еще неизвестно, держит за руку, точнее, за бедро Мишу Романову, а она в свою очередь его за руку и написала «Скучаю по тебе». Она пока что все держит в тайне, также личность своего бойфренда она не раскрывает. Напомню, Миша Романова воспитывает сына Мартина, которого родила в 2018 году. Ничего неизвестно, кто стал отцом мальчика, она это все держит в тайне, как и сейчас своего нового парня. Она раньше рассказывала, что сын не общается с отцом, ведь мужчина сам этого не хочет. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Мэтью Перри в последнее время столько откровений выдает, видимо, сейчас, так сказать, его временно стало исповедаться. На этот раз он признался, сколько средств потратил на борьбу с зависимостью. Уже около 18 месяцев он не употребляет алкоголь и наркотики. Для этого, по его словам, он приложил очень много усилий, в том числе финансовых. Во время реабилитации он понял для себя одно, хоть он и имеет больше возможностей для выздоровления, чем другие зависимые люди, его анонимность может быть под угрозой. Как он рассказал, обычные люди могут не бояться, что их самые темные секреты получат огласку. Ну и вот, собственно, сколько же он потратил? Наверное, я потратил 9 миллионов долларов или около того, пытаясь протрезветь. Вот так вот. Трезвость достается такой дорогой ценой. 9 миллионов долларов. Обалдеть! Самое главное, чтобы действительно больше никогда к этому не вернулся. Билла Мюррея снова обвинили в неприемлемом поведении. На этот раз это сделала актриса Джина Дэвис, вместе с которой он снимался в фильме «Быстрые перемены». В интервью Джина вспомнила о том, как она вместе с Мюрреем пришла на шоу Арсенио Холла, чтобы прорекламировать фильм. Зная, что их увидит множество людей, включая мужа ее, Билл перед камерами гладил коллегу по руке, снял с ее плеча бретельку платья всячески намекал на то, что состоит с ней в особых отношениях, в то время как Дэвис пыталась от него отстраниться. И вот что она говорит. Это было ужасно, коротко и понятно. На том же шоу она также рассказала, что при первой встрече с ней Мюррей первым делом освободил ее рубашку из джинсов, чтобы пощекотать ей живот. Тогда Дэвис преподнесла историю как забавный случай, хотя на самом деле поведение Билла ей, мягко говоря, очень не понравилось. Также ранее в своей книге «Умирая от вежливости» она написала другие случаи, когда Мюррей вел себя неподобающе. Так вот, во время прослушивания Билл Мюррей был режиссером фильма «Быстрые перемены». Он настоял на том, чтобы сделать ей массаж неким массажным устройством, желая проверить, как оно работает. И вот ее цитата. «Я несколько раз говорила нет, но он не сдавался, и я с грустью осознала, что не могу выдержать этот натиск или просто уйти». Позже в интервью она сказала, что ей следовало быть более твердой и противостоять Биллу. Но тогда она не получила бы роль. Кроме того, во время съемок Билл мог ломиться в ее трейлер, громко стуча в двери и кричать на нее на глазах у сотен людей, из-за чего Дэвис всю трясло. В агрессивном и неприемлемом поведении Билла Мюррей обвиняют уже не первый раз. Уже сколько людей, я только вот за последних, наверное, пару недель вам сколько историй рассказал. В общем, вы понимаете, человек еще тот. Да, новый Вайнштейн, что ли? Появилась информация, что Максим Галкин подешевел на 20 тысяч евро. Точнее, его выступление и все это так преподносится, будто он там чуть ли не с голоду пухнет. Так вот, информация о его райдере сегодняшнем. По райдеру у него самая лучшая гостиница в городе. Ему должны обеспечить охрану, личного официанта, а также предоставить данные о семье заказчика. Галкину и его команде должны быть выделены суточные в размере 500 долларов, но это еще не все. По договоренности вместо суточных коллектива может быть предоставлено трех-четырехразовое питание в ресторанах, посещение которых не должно афишироваться. В распоряжении коллектива должны быть предоставлены две гримерные комнаты, одна из которых предназначена для самого Галкина. К еде у Максима Галкина особое предпочтение, хотя ничего такого я там не увидел. Он желает видеть у себя в гримерке следующий набор 15 бутылок минеральной воды и без газа, молоко, сливки, лимон ломтиками, мандарин, ананас, абрикосы, сливки, другие сезонные продукты. Блюда с ягодами малина, клубника, ежевика, голубика, нарезка из нескольких сортов сыра, нарезка из говяжьего языка, нарезка из свежих овощей, огурцы, помидоры, морковь, ну и хлеб. Ничего сверхъестественного я в этой еде не увидел. Ягоды, фрукты, овощи, язык, мясо, хлеб. Вот такой вот райдер у Максима Галкина. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Олег Владе, если вдруг кто-то не знает, кто это, это композитор, который написал для Лободы песню ту самую «К черту любовь», подал в суд внимание на Первый канал. Такое решение он объяснил тем, что не увидел своего имени в титрах передач использующих его композиции. Теперь Олег Владе требует у Первого канала не только убрать из доступных источников записи эфира, в которых звучит песня, исполняемая Лободой, но и полтора миллиона в качестве моральной компенсации. Также он пытается доказать, что вся эта ситуация негативно повлияла на него, он впал в депрессию, от которой долго и тяжело лечился. Ближайшее слушание по данному делу назначено на 27 октября. Олег Владе это композитор из России. Так, уточняю на всякий случай, чтобы прежде чем писать комментарии, вы поняли все. Знаменитый оперный певец Андреа Бочелли приютил пса Джека из Купенска, который в результате взрывов потерял слух, к сожалению. Пострадавшего хвостика нашли наши ребята, они об этом рассказали одному человеку, тот каким-то образом, не знаю, в общем, каким образом дошла эта информация до Андрея Бочелли, до его каких-то людей, которые с ним связаны. В общем, этот хвостик теперь с Андреем Бочелли. Вот такая вот классная история. Казалось бы, наверное, нужно было в рубрику добра, но тем не менее, Андрея Бочелли все-таки же звезда. Хотя многие не знают, кто это. Кстати, друзья, кто не знает, кто такой Андрея Бочелли? Признавайтесь. Генри Кавилл официально анонсировал свое возвращение к роли Супермена в киновселенной DC. И вот, что он написал. Это лишь небольшая часть того, что нас ждет. Заря надежды возродилась. Спасибо за ваше терпение, оно будет вознаграждено. Впервые Генри возвращается к своему любимому образу в сцене после титров Черного Адама. Да, такой вот спойлер вам на всякий случай. Так что все поклонницы и поклонники Генри Кавилла, радуйтесь. Он скоро, точнее, он уже вернулся. Анна Седокова вдруг неожиданно решила позвонить бывшему продюсеру Константину Меладзе по такому вопросу. Значит, 15 лет она избегала разговоров о всем, что связано и так далее. Но вот недавно она решила ему позвонить, хочет, так сказать, выкупить права на песню «Не оставляй меня, любимый». Я не знаю, видимо, новых хитов у Анны нет, поэтому она решила обратиться к старому. Но Константин Меладзе, как пишет, по крайней мере, есть такая информация, что он с удовольствием продал ей права на исполнение этой песни. Так что скоро Анна Седокова ворвется во все хит-парады со старой песней «Не оставляй меня, любимый». Вот такой вот казус произошел с Кэти Перри во время выступления. У нее заклинил глаз и она не могла продолжить выступление. Если честно, я не понял, с чем это связано. Я надеюсь, что это, наверное, может быть, как эти накладные ресницы, может, они там как-то сомкнулись, грима, может быть, оно там что-то как-то слиплось и поэтому оно, в общем, выглядело это все комично. У Кэти Перри, кстати, частенько происходят какие-то вот такие подобные истории. То у нее фонограмма не сработает, то микрофон, то она упадет, то еще что-то произойдет, вот, пожалуйста, с глазом. Я не знаю. Может быть, это случайно, если ей так везет в кавычках, да? А может быть, это специально все спланировано. Не знаю, в любом случае, Кэти Перри дала себе знать. Все с ней в порядке, выступает, все у нее хорошо. В США придумали кроссовки для лошадей. Друзья, это не шутка. В линейке четыре модели. Джордан в двух цветах, New Balance и Yeezy. Вот такая вот история. Цена начинается от 1200 долларов. Кроссовки для лошадей. Ну что ж, наши животные заслуживают. Я вам скажу, у меня таких кроссовок даже нет за такие деньги. Вашему вниманию сын Рис Уизерспун и Райана Филиппа. Дикон. Посмотрите, как вырос парень. Как вообще быстро время бежит, да? И как быстро растут чужие дети. Я помню эту пару Рис Уизерспун и Райана Филиппа в фильме, я помню, я еще подростком был, я смотрел фильм Жестокие игры, по-моему, так называется. Они так хорошо там сыграли. Прям круто. Там еще, по-моему, плохую играла Баффи, которая про вампиров. Не помню, как ее зовут. Ими и фамилии не хочу сейчас искать. Ну, в общем, я думаю, кто смотрел Жестокие игры. Я, кстати, тогда не мог даже предположить, что они по-настоящему пара будут. И вот такой у них сын вырос. Так что, девочки, кто там рядышком, имейте в виду, тут холостой парень подрастает. Я вам говорил, что Наргиза Кирова была недовольна тем, что Киркоров приезжает поступать в Узбекистан. А так как мы с вами знаем, что Филипп Киркоров никогда не отвечает мужчинам. Вот Борису Корчевникову, например, он не стал ничего отвечать. Но Наргиза Кирова дама, поэтому, конечно же, он ей ответил. Посвятил целые сторис. И вот что Киркоров написал. Наргиз, чтобы сказать это слово на букву Б, я не буду произносить его, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила и совесть не пригодится. Понаехали Б. В общем, Киркоров, как всегда, себе не изменяет. Он всегда отвечает женщинам. Но почему же Корчевнику не ответил? Как-то прям даже обидно, если честно. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. На этом новости из мира шоу-бизнеса все. Как раз, видите, у меня интернет закончился. Ну, ничего страшного. У нас с вами есть замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. Обязательно она будет, несмотря на отсутствие интернета. Если вы вдруг еще не спите, то вы поставили лайк, что вы подписаны на этот прекрасный канал. Все, кто уже это сделал, большое вам спасибо. И помните, что каждый ваш комментарий тоже очень важен. Ну, а теперь врываемся в рубрику добра. Фитболь вытащила с бассейна Чихуахуа, которая не могла справиться и чуть не утонула. Подвиг хвостика супергроя засняла камера видеонаблюдения. Вот такие вот они братья, которые не бросают друг друга в беде. Слава богу, в этой истории никто не пострадал. А герой этого видео спасает тюлени от морского мусора. Напоминаю, друзья, не бросайте мусор нигде, потому что это очень плохо. Сейчас так сильно загрязнено море, что животные регулярно попадают во всякие вот такие ловушки. К счастью, нашлись энтузиасты, которые уже 10 лет выручают бедных зверей и бегают за ними, гоняются. Даже не то, что просто, ну, понимаете, тюлень подбежал такой, а ну-ка, быстренько с меня с ними. Нет, еще нужно за ними побегать, дать понять, что мы хотим помочь. Вот такие вот ребята, большое им спасибо, это просто невероятно. 10 лет своей жизни люди посвятили этому. Давайте не будем загрязнять нашу землю. А этот хвостик героически час сражался с кенгуру, защищая свою пожилую хозяйку. 71-летняя женщина прогуливалась с питомцем, когда на нее напал разъяренный кенгуру. Сумчатая повалила женщину на землю, ну, и, в общем, повредила ей руку. Тогда ее пес поспешил на помощь. Он сцепился с кенгуру и сражался с ним до момента, когда приехала подмога. Специалисты помогли потерявшей сознание пенсионерке и обессиленному защитнику, которому удалось прогнать кенгуру. Вот такие вот бывают кенгуру опасные. Слава богу, что все живы, и это большое счастье. Вот такие вот они хвостики. Сыной своей жизни готовы спасать вас. А это просто милое видео, классная история о том, как котик, пушистик, с радостью принял новорожденного малыша, хозяев. Его любви просто нет границ. Мне кажется, что в какой-то момент он даже подумал, что это его ребенок. Он просто не отходит от него ни на секунду. Я вообще обожаю такие видео, когда эти дети, животные, как они о них заботятся. Это просто невероятно. Ну, еще вам немножко для того, чтобы улыбнуться всем, как говорится, оставаться на местах. Прямо сейчас на вас нападет любвеобильный вамбат. Вот это еще животные такие классные. Я их никогда не видел живую. Но они такие милые, добрые. Надеюсь, что они такие и в жизни. Не только мне так кажется. Ну и напоследок еще одна классная история. На этом фото вы видите бездомных собак. Хвостики выстроились в очередь за едой в Краматорске. Специально им там организовали такой, так сказать, приют для того, чтобы хвостики приходили кушать в Краматорске. Напоминаю, да, это Донецкая область. Там сейчас, как говорится, мягко говоря, неспокойно. интеллигентно, спокойно, в это непростое время сдержанно и ждут своей очереди, чтобы полакомиться. А людям, которые организовали для них вот эту кухню, так сказать, на улице и подкармливают, большое им спасибо. Потому что это, знаете, одно дело помогать просто животным, другое дело помогать животным в такой ужасной опасной обстановке. Это вообще дорогого стоит. И всем, кто это делает, всем, кто помогает не только животным, а вообще людям, и как минимум никому не мешает помогать другим, всем вам большое спасибо. На этой прекрасной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Интернета у меня нет, слава богу. Слава богу, говорю, да, микроволновка ко мне так и не приехала. Я очень огорчился, да, сейчас буду звонить, разбираться, что происходит. Почему не приехала, ладно, только говорится, переживем это все. Самое главное, чтобы все были живы, здоровы, и чтобы ничего не летало. Мирного неба, остаемся людьми. Всем всего самого хорошего. Надеюсь, что до завтра. Пока-пока.